Мы не рождаемся человеком, точно, да, что нас это делает социальное, внешнее, культурный слой формирует, как человека, и он нездоровый, этот слой, однозначно. А значит мы уже безусловно сформированные патологические человеки, мы уже, а еще и управляемые, вот начинается ДСЖ, это у нас что, у нас дрессируемое социальное животное, ну это оскорбительное, не оскорбительное, но и не животное. Вот это очень важный момент, я опять к этому буду, возвращаться буду все время, это не только потому, что мне спортсмены начали рассказывать, что они оказываются животные, вот, просто, ну вот представьте, ко мне пришел человек на консультацию, я животное, а мы с ним вообще занимаемся как раз последствиями того, что, ну не смог он стать животным, очень болеет много, не хочет так жить. Может быть, может быть, может быть, тогда не надо, как бы вот копировать здесь животное, что не получается, животное здесь, все животные существа здесь вписаны в пищевое рабство, пищевую, жесткую пищевую зависимость программную. Это не то, чтобы самое важное, это грубое и размножение, не питание, а переработка пищевая, встраивание, совокупление, конкуренция, то есть бодаться надо, да, за самку. То есть вот эти вот вещи, они, ну, в моем представлении, вот, их вообще у меня, ну, какие-то, образно говоря, что-то вроде бы отголоски вроде есть, а как, чем больше ты становишься человеком, тем это уходит дальше. То есть это невообразимо. То есть вот совмещение вот этого потока верхнего солнечного Отца Небесного, живородящей силы, которая помогает, сознание индивидуально и культурный слой. Вы представляете, сколько вот здесь интересных составляющих? И вот еще я сюда присоединю то, что все это происходит не в подобающих тяжелых вибрациях. Мне кажется, что мы вот не учитываем очень много интересных таких моментов, не допускаем. И просто потому что вот вы увидите, будут у меня какие-нибудь встречи с людьми, да, будем мы там общаться, не обязательно с единомышленниками. И там вот просто, там же кошмар. Человек просто вообще, ну, он же заваливается сразу. Не потому что я хочу обидеть кого-то. Ну, взрослый мужик, заваливается животное, какой-то огонь, он родился, добывать огонь какой-то. А как ты родился и Маугли стал? Да, то есть, вообще, самые простые такие вещи, они совершенно провальные. То есть, вообще, полностью люди, вот он, ему сказали вот про этот огонь, что это, и все, вот оно вот так вот, и все. А ведь это можно начать скрывать. И, конечно, это просто я не представляю, что там с людьми будет после общения со мной. Как вы думаете, Игнат, правильно сказали, чтобы я это там не трогал людей сильно? Не трогали, ну, не знаю, у каждого по-своему. Кто-то нуждается в том, чтобы их тронули, да? Да, но они же приходят с запросом каким-то, там, ой, как смешно, а что вот, а ты что, не ешь, что ли, ничего? Не ем ничего. Дальше человек, он еще на так, подождите, подождите, это была ошибка. Зачем вы так сразу, да, мужчина, мы даже не познакомились. И так далее. Нет, там же дело не в этом. А мы же начинаем изначально вот на управление и вообще, ну, что это, ну, как, вот, ну, откуда это все, вот, ну, откуда у тебя, это вареная еда, вот, там, вот, пищу, вареная еда, вареная еда, откуда ее взяли? Из социального слоя вы ее взяли? Ничего вы из природы такого не взяли? Так, начинаем разбираться. То есть это никакого отношения не имеет ни к солнечному потоку, ни к живе, ни к сознанию. Нет, это вообще идет из социального, вот этого информационного поля. Это оно держит? Ну, это уже вообще там интересно. А что там, вся информация такая полезная, что ли? Нет, точно нет. Так, значит, оказывается, все нужно пересматривать. Алекс Иванович, добрый день, Андрей Валерьевич, можно ли без помощи психотерапевта выйти из затяжной депрессии? Надо разбираться вообще, есть ли она, эта депрессия. Потому что опять, диагноз, точнее диагноз, да, сейчас скажу, какой мне ставили диагноз, как и очень многим. Когда я спать просто не мог, причем я был совершенно спокойный, адекватный тогда, потому что плохо мне было уже. И как бы никаких там личных проблем не было. А диагноз, диагноз было, как это вот всем ставят, да, и назначают антидепрессанты. Не депрессия, а атака, паническая атака. Ну, конечно, естественно. Только она потом, почему-то вот ровно 7 лет назад как раз, как панические атаки куда-то быстро резко пропали. Как только вот прибором начал пользоваться, чиститься и антипаразитарку принимать, все, больше никаких. Ну, были припадки, но они были уже, ну, они, конечно, и паника была. Но это не было никакого уже подозрения, какие панические атаки. Я серьезно говорю, что здесь надо просто разбираться. Помощь психотерапевта. Я не хочу обидеть, но там бывает, что вместо помощи это просто какое-то болото затягивается. И, с другой стороны, конечно, люди доведены физически и методически, скажем так, и психологически до иногда таких стояний, что профессионалы просто нужны, хоть они и кривые. Но вот этих у нас кривых, ну, как и с зубами. Теперь вытягивать придется все равно и через кривые методы. Поэтому здесь так вот однозначно не получается. вот, ну, я думаю, что, конечно, можно. И первым делом надо просто разбираться, если то, о чем вы пишете. Есть такая ГУАР. Да, ну, пусть этот человек приходит на консультацию. Хотя бы пару сеансов мы посмотрим, как будет меняться. Потому что, может быть, ну, подсветить-то я подсвечу как бы моменты. Ну, как это пойдет у человека? То есть это может пойти через обострение. Тогда не понравится человеку. Может быть. Или понравится. Может пойти через просто облегчение. По-разному. У меня есть консультация, где недавно тут люди плакали от одного слова. Я просто сказал одно слово. Попал. А есть, где восприяли. Это... Кажется, индивидуально. Есть такая ГУАР. Я слышал, да. Недавно смотрела с ней интервью. Так она уже три года даже воду не пьет. Точно? А живет обычной жизнью только без еды и воды. Может быть. Надо изучать. Точно. Но хорошо у нас и Зелевич тоже вот не пила, не ела до какого-то времени. И Баранова почти 12 лет. Любовь Карлова. Но, значит, у Любовь Карлова хороший очень запас. Она, как Баранова, никуда умирать сейчас не будет, я считаю. Ну, в плане того, что от усугубления хронически отравленного состояния. Но выйти она из него без манипуляции с пролыванием, с водой, я не знаю, через капельницу или что-то. Я не представляю, как организм не возьмет такие реакции. Она не собирается выходить из отравления. Она что, не отравленная? У нее что, не хронически отравленное состояние? Еще как? Есть. Есть. И вопрос-то в том, как она собирается потом. Хотя можно пожить, как весело. Роберт Локарт и особо потом спокойно, быстро уйти. Может быть и так. Ну вот, что-то как-то не о том. Интересно сейчас не то, что не ела и жаль, что не пила, я считаю. Как оценивает человек реально свое состояние. Проверить его, если мы не надо верить, какие-то рамочки там, да. Дайте мне этого человека, я раскрою. Ничего страшного делать не буду. Даже не надо делать все, что делаю я. И делал. Попьем заряженную водичку, поработаем прибором. Можно и фитотерапию чуть-чуть присоединить. Можно и соков. Уберем. А, там уже и так все убрано. Ну ладно, человек скажет, нет, все, ничего не буду принимать, ничего есть. Все. Хорошо. Тогда заряженной водичкой, прибором будем работать, стимулировать. Стимулировать очищение. Но с водной фазой оно придется работать. Без водной фазы, ну, во-первых, это убийство просто. И как бы еда здесь не нужна для очищения. Но чтобы проверить вообще, что с человеком происходит, там не сразу, конечно, будут изменения. Ну, я наблюдал, что происходит при этом не с теми, кто ушел совсем с второй, третьей фазы, да еще и с первой. Наблюдал с теми, кто питается там фруктами. И через год, через полтора иногда мы наконец-то видели там, что зубы там посыпались, еще что-то. Субы там. Субы там. Субы там.